Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого видео в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Сегодня я хочу вам объяснить, почему я не буду читать ваш сценарий. Начинающие сценаристы часто присылают мне свои сценарии и просят прочитать. Меня каждый раз такие просьбы, скажем так, ставят в затруднительное положение. С одной стороны, отказать вроде бы неловко, невежливо, но и не отказать нельзя. Поэтому я решил записать отдельное видео, объяснить почему. Во-первых, вот смотрите, допустим у вас мало времени и есть выбор, прочитать короткометражку начинающего автора или сценарий серии Mad Men или True Detective. Что вы выберете? Ну вот и я лучше почитаю Mad Men или True Detective. Ну, извините. Дальше. На самом деле, раньше я читал такие сценарии и присылал авторам подробные и довольно доброжелательные рецензии. Тратил по полдня на такую рецензию. Ни один из этих авторов не сказал мне спасибо за эту работу. Ни один, ни разу, никогда, когда я тратил время на то, чтобы дать обратную связь по сценарию, никогда, ни разу, никто даже спасибо не сказал. Ребят, ну, смысл. Дальше. Я такой же сценарист, как и вы. Мое мнение это мнение сценариста. Ни продюсера, ни редактора, ни режиссера и даже не зрителя. Мое мнение не имеет, скажем так, производственного значения. Все-таки продюсеры, редакторы, режиссеры, они смотрят на сценарий немножко под другим углом, чем сценаристы. И они видят в сценарии нечто другое, что не видим мы. Дальше. Поскольку я не редактор, ни режиссер, ни продюсер, я никак не могу помочь запустить ваш проект. Я не агент, я не могу связать вас с редактором, с режиссером или продюсером. Пошлите в ваш сценарий редактору, режиссеру или продюсеру. Не то, чтобы они получат от вашего сценария больше удовольствия, чем я. Но они, по крайней мере, получают деньги за то, что они читают ваши сценарии. Дальше. Если я прочитаю ваш сценарий и окажется, что он написан на тему, которая, скажем так, находится в сфере моих творческих интересов, ваш сценарий закроет для меня эту тему навсегда. Дело даже не в возможных обвинениях в плагиате. Если одна и та же идея одновременно пришла в голову и мне, и вам, значит, это плохая идея, лежащая на поверхности. Поэтому лучше вообще не знать, что написали другие авторы на тему, которую разрабатываешь. В конце концов, если вы действительно хотите, чтобы именно я прочитал именно ваш сценарий, станьте моим студентом. И тогда вам придется постоянно выслушивать мое мнение о ваших сценариях. Я Александр Молчанов. С вами все в порядке. Удачи!